Добрый вечер, уважаемые зрители! В конце рабочего дня я решил в такой способ к вам обратиться. Уже давненько я из вечернего домика не делал никакие трансляции, никакие ролики. Значит, побудило меня к этому делу ваши комментарии к одному из видео и опять вопросы. Вопросы, которые могут быть интересны для других начинающих водителей, потому что я даже не знаю, как назвать видео, поскольку о том, о чем я сегодня буду говорить, но в разных плоскостях мы уже неоднократно с вами говорили. И не только я об этом говорю, и на других каналах ребята стараются это объяснить. Значит, дело касается ручного ввода. И с этим ручным вводом просто жуть какой ужас. Дело в том, что раньше-раньше, давным-давно, когда только начиналось дело с цифровыми токографами, с этим было меньше проблем, потому что, по сути дела, мягко говоря, не все делали правильно, и его, вот этот ручной ввод, вначале вообще почти никто не делал и не знал, как делается. И полицейские, соответственно, тоже проверяющие, в свою очередь, были некомпетентны и к этому не придирались. Но по мере того, как общество начало просвещаться в этом направлении, да, нужно делать ручной ввод. Кстати, сразу забегая, скажу вам, потому что это тоже один из вопросов, ручной ввод и письмо от работодателя. В этом, когда вы ставите, вот именно, как я сказал, ручной ввод и письмо от работодателя о вашем отсутствии, а не или, вот и, а не или. Потому что некоторые мне задают этот вопрос. Вот я взял письмо, чтобы не делать, мол, ручной ввод. Или, я не взял письмо, значит, что получается, мне нужно делать ручной ввод. Ребята, в некоторых странах, собственно, это письмо уже отменили. А некоторые страны обязательно его требуют проверки. Что за письмо? Значит, просто документальное подтверждение, что вы находились на отдыхе, вы отсутствовали на рабочем месте за то время, пока, грубо, как я всегда люблю говорить, ваша карта, чип-карта была в кошельке. То есть, она какое-то пространство во времени не находилась в токографе. Первым делом это то подтверждение от фирмы того, что вы не работали грузчиком в это время, не ездили на автомобиле с аналоговым прибором на диске, то есть, они берут на себя ответственность. Если бы что-то случилось и было бы какое-то доказательство противоположного, они берут на себя такую ответственность. Они дают это письмо вам на время отсутствия. Но это не означает, что если вы имеете такое письмо, вы не должны делать ручной ввод при вставлении карты после очередного отпуска или после того, как вы впервые приступаете к этой работе, хотя бы впервые с этой чип-картой. То есть, многие ребята пишут и поднимают эту тему, когда карта, собственно, только выдана, водитель никогда еще не работал. Собственно, сама карта никогда еще не была ни в каком приборе. И он едет, так сказать, на первую каденцию, как вы любите всегда это называть. Смотрите, от одного из моих зрителей я хочу зачитать этот комментарий, потому что для меня он показался достаточно интересным. Богдан, добрый день. Получил новую карту в Украине. Сижу на учебе, код 95.5 в Риге. Потом в Германию на работу. Вопрос. Как правильно ввести данные карты в первый раз, так, как еще не работал вообще? Задал вопрос учителю по код 95. Ответ? Ответ. Сейчас перевеснул, потому что комментарий такой длинный, что все не поместилось. Ответ. Прилет в Европу считается, как пересечение границы. И надо будет указать в вводе карты. Потом кроватка. Пока учусь. Когда купишь билет до Германии, время в пути до базы в Германии. Есть конверт. По приезду на базу. Вставить карту. Зафиксировать приезд. Сейчас я уже перепрыгнул. Я на три скрина поделился. Зафиксировать приезд и поставить кроватку минимум на 9 часов. И шеф должен заполнить бумагу о том, что ты в первый раз на работе, так как не было изъятия карты с Тахо. Верно ли? Спрашивает он меня. Верно ли? Сейчас я вам скажу свое субъективное мнение. Что я думаю о том, верно ли? И что я думаю о том, учителе кода 95? Я сразу хочу внести ясность, что сам себя учителем не считаю. Тем более не считаю себя умнее других учителей. Но по мере того, как многие прибалтийские автошколы, собственно, крутят курсы на моих роликах, и некоторые учителя звонят мне на консультации, я уже и себя таким глупым перестал считать, потому что наша компетенция где-то так. Ну, я просто водитель, а не учителя. Смотрите сейчас. Я зачитаю вам еще один комментарий абсолютно другого человека, они не знакомы. Но вот этот второй комментарий, это все те, и он, их очень-очень много у меня, все те, которые приехали, сделали ручной ввод так, как им сказал тот учитель кода 95. Здравствуйте. Может, не в тему пишу, но даже и не знаю, кого еще спросить. Проблема в том, что в начале каденции при ручном вводе нечаянно нажал молотки и ввел ручной ввод. В итоге 700 часов молотков. И Тахо постоянно требует встать на 45-ку. Второй день работаю в диком стрессе. Может, вы знаете, что за это грозит и как свести последствия к минимуму. Значит, ребят, все, с комментариями начитался. Значит, смотрите, такой комментарий, как вот этот второй, мне приходит просто валом. Нажал, не то, ввел, не то. Что делать? Вот, дальше уже. Когда уже сделал так, как учил учитель кода 95, сейчас напишу Богдану, и он все разрулит. Нет, Богдан уже ничего вам не разрулит. Я не критикую и не издеваюсь над тем вторым человеком, который два дня ездит в стрессе. Но я уверен, что он это сделал вследствие того, что вводил такими баталиями, как тот первый писал про границу, что там, граница, потом еще билет туда, билет сюда. Ребят, это какая-то жесть просто. Это какой-то ужас. Пишите, говорите мне, что я не прав. Присылайте документы, будем дискутировать. Рассказывайте про какие-то многотысячные штрафы. Ну, пожалуйста. Давайте сначала включим мозги и войдем чуть-чуть в роль проверяющих. И задумаемся, что физически возможно проверить, а что физически невозможно проверить. Это не звучит как призыв кого-то обманывать или что-то нарушать. Это призыв к здравому смыслу. Потому что если вы закрываете что-то от вора, то у вас всегда включается сразу же философия вора. Он не зайдет с этой стороны, может зайти с той. Значит, там тоже нужно что-то перекрыть. Точно так же и в этом случае. Попытайтесь помыслить чуть-чуть мозгами проверяющих. Мы знаем приблизительно, какие технические возможности у них. Мы знаем, что алгоритм проверки, как он происходит и что проверяют и что надо. Поэтому мы легко можем смоделировать то, что возможно узнать и невозможно узнать. Напишите и скажите мне, пожалуйста, в какой статье, какого кодекса нужно приземление самолета, пересечение автобусом границы вводить в такограф. Что это вообще такое? Вы едете в другую страну. Да, все мы знаем, что вы едете туда с целью работать. Вы только едете туда. Вы можете неделю погостить у друзей. Вы можете походить по любой из европейских столиц. Да вы черт знает чем можете заниматься. Какой самолет? Какой вот такограф? Зачем это? Давайте помыслим другими уже тогда просто шаблонами. Я просто поиздеваюсь тогда, как сказал этот учитель. Включайте молоточки, добавляйте уже все, записывайте. По дороге жена попросила вас выкинуть кулечек с мусором, когда вы выходили из подъезда. Не забудьте поставить там молоточек, там конвертик. Потом вы постояли, посидели на остановочке, с бабушкой пообщались. Это можно паузой записал. Потом автобус подъехал. Вы поехали в аэропорт. Ребят, что вы несете? Как возможно такое вносите где-то? И потом, когда мы... Вот меня сегодня понесло, извиняюсь, но я по-другому просто не умею вам эти вещи объяснять. Я пытался уже до всех донести. Потом, когда вы приезжаете сюда, и приходят фильмы, и выходят статьи. Это европейское рабство. Вы понимаете, вот этот человек, вот вакцина, чип вводят. Да вы себе вот этот чип уже ввели в голову в аэропорту. Вот по схеме того учителя кода 95. Вот чип он уже ввел, он уже себя фиксирует. Причем здесь эта карта, эти вводы к вашим этим передвижениям, въезду в страну, какое-то там учение, какие-то там передвижения. Ни хрена этого я никогда никому не советовал делать, и нигде не видел, что это написано. Судите меня строго или не строго, но кто ездит, тот понимает, что это бред сумасшедшего. Поэтому, коротко и ясно, чтобы, это уже я говорил тысячи раз, чтобы это выглядело в ячейке, конечно же, правдоподобно. Перед тем, как вы вставили, в момент, когда вы вставили карту, после приезда с отпуска сначала скажу, да, если вы вставили карту, смотря на каком расстоянии эта машина находится от того места, хотя бы где дислокация этой базы, на которой она прописана, где вы контракт подписали. Если это 3 часа, если это 5 часов хода быстро на машине, условно, приблизительно, никто там не смотрит, добавьте 3 или 5 или 2 часа вот этих конверт или молотки. Это уже на ваше усмотрение, потому что ни одно, ни другое не является паузой. Добавляете этих пару часов доставки вашей непосредственно до автомобиля. И потом сразу можете начинать работу с условием, что последующая смена будет минус это время, которое вы добавили. То есть, пример, сел в машину в 8, но добавил еще 2 часа этих конвертов или молотков. Смена как будто началась в 6, 2 часа раньше. Ну и, соответственно, любые другие зазоры, насколько вы, может, вы больше чего-то добавите. И можете сразу работать, ехать и заканчивать смену 11-часовой, 13-часовой длины или 15-часовой длины. Стоять девятку, то, что там написано в комментарии, это уже бред сумасшедшего, потому что это сразу расходуете, сходу с первого дня первую девятку. Это уже, если бы еще сказал человеку, отстоишь 11, я бы еще как-то спокойнее на это реагировал. Но если совет такой дикий, уже сразу отстой 9 часов. Отстой для чего? Отстой о чем? Про что? О чем этот вообще базар? Это вообще ни о чем. Теперь последнее, что скажу на эмоциях. Многие люди этот вопрос пишут мне и задают, что нужно делать, если вы новая карта и первый раз вы вводите, первый раз. Вот когда вы вставите карту после приезда с отпуска, то в верхней строке появится дата и время последнего изъятия. А если вы вставите новую карту, которая у вас, вот прямо пришла там в конверте, вы получили в соответствующем органе, где вам ее выдавали, то в верхней строке, как у того коллеги, появятся предыдущие изъятия, а у вас появится дата и время, когда ее запрограммировали. То есть запустили чип, там записали оперативку на нее, я не знаю, как это правильно на компьютерном языке сказать. То есть ее создание, вот в момент ее создания компьютерного рождения. Это может быть, если она у вас 2 недели, это может быть еще, например, плюс 2 дня, там они, например, 2 дня ее сделали и потом вам отправили. Где-то так, если вы позавчера получили, то это может быть 4-х дневная вот эта дата, которая выйдет сверху. От этой даты забиваете все паузой, полностью все паузой, и тогда, и только тогда добавляете, как я уже только что сказал, конверты или молотки, чисто символично доставка вашей к машине. Без границ, без таможек, без выбрасывания мусора и без всех этих диких приключений. Потому что если вы это хотите и будете делать, за то, что вы это делаете, вас никто не оштрафует. Они резвятся просто на том, что вы стелитесь перед ними. Да, вас за это не оштрафуют, потому что много не бывает. Но в этом запутается даже бывалый водитель со стажем. Вводить это все кусками, это приводит к тому, что только что написал человек 700 часов молотков. И такие постоянно, постоянно. Две недели молотков, сутка молотков, две сутки молотков. Что мне дальше делать? А что я тебе уже помогу? Что тебе дальше делать? Ничего. Писать на распечатке и надеяться, что пронесет. Поэтому это то, что я понял за 20 лет. Нет, потому что 20 лет езжу, а карты, по-моему, с 2009, если я не ошибаюсь. Цифровые, такограф. Где-то там они появились. Но с их рождения, то, до чего я дошел, и поскольку я до этого, не то просто дошел каким-то логическим мышлением, а то, что противоречит этому, я нигде не читал. Я нигде не прочитал. И, наверное, вы не прочитаете, что какое-то пересечение какого-то гражданина, который намеревается работать в Европе, пересечение им границы, должно быть зарегистрировано в последующих действиях в этакографе того автомобиля, который ему дадут. Это просто не вкладывается в никакие ракеты. И это путает вас, и это приводит вас к многочисленным ошибкам, которые потом приводят к дорогостоящим штрафам. Все, я закончил. Было не коротко, эмоционально, но по-другому такие темы просто озвучивать невозможно. Спасибо всем за внимание. В данной ситуации спокойной ночи. До свидания. И всем крепкого здоровья. Пока.